Диспансеризация населения в более привычном звучании. Коллективный медосмотр будет проводиться по-новому. Это не просто комплекс мероприятий, которые носят разовый характер, а долгосрочная профилактическая программа. Пояснили в Минздравсоцразвитие Чувашия. Пристальное внимание будет уделяться неинфекционным заболеваниям. К неинфекционным медики относят сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также диабет. Именно из-за них жители республики чаще всего становятся инвалидами или преждевременно умирают. До 75% случаев. По задумке новый подход призван как можно раньше выявить эти болезни и начать лечение. Обследование с этого года идет по территориально-участковому принципу. Проще говоря, в больнице, где закреплен человек. Раньше работающие проходили диспансеризацию в поликлиниках, с которыми заключали договоры предприятия. Еще одно новшество. Под медосмотр попадают все работающие и безработные, начиная с 21 года и независимо от возраста. Эта диспансеризация входит в программу госгарантии и базовую программу обязательного медицинского страхования является полностью бесплатной для населения. Проводится она раз в три года каждому гражданину, который пожелает. Диспансеризация разделена на два этапа. Обследование будет начинаться с кабинета медицинской профилактики. Пациенту предложат заполнить анкету, сдать 8 видов анализов, пройти другие исследования, а потом получить заключение терапевта. Если возникнет необходимость, то проведут более углубленные обследования у узких специалистов. Все результаты вносятся в маршрутную карту, подшиваются в медицинскую карту человека, составляется паспорт здоровья, который выдается на руки пациенту. Главная информация о состоянии здоровья будет стекаться к врачу-терапевту, а не как раньше, застревать у пациентов или оставаться в поликлиниках. Диспансеризация прошлых лет имела свои недостатки. Пациент в силу загруженности прошел обследование, получил данные о своем здоровье, не донес до участкового врача. Участковый врач не знает, у него на участке живет Иванов Петров Сидоров, какими заболеваниями он страдает, какие факторы риска у него на сегодняшний день есть. Благодаря новым подходам чиновники Минздравсоцразвития рассчитывают улучшить профилактику заболеваний. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика.